снова здравствуйте господа друзья товарищи сейчас я буду разбираться с этим маркидом ну что давай с гаральд ты должен не подвести молодь да еще чуть-чуть еще чуть-чуть ну 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 да лежать нет ну хоть как ход не крути но гаральд все-таки себя оправдывает хорошая пушка но если честно поиграв за сальвадора в его руках мне он не очень понравился верно потому что в другой уроке было грагоствол который оставил меня быть пьяным как самый последний бешеный гусенок кстати не утихают споры по поводу моего прошлого ран бэйби рана с сальвадором какой-то там эксперт не помню как них но там очень много шестерок сказал что мол долг много раз ли ты падал в режим борьбы за жизнь я не спорю я много раз падал в режим борьбы за жизнь и ты не поверишь чувак ты тоже когда шел к успеху ты падал очень много раз много раз проигрывал побеждал и так далее это нормально и если честно я никому не должен никому не обязан поэтому если я упаду еще раз режим борьбы за жизнь это не значит что я плохо играю это потому что я играю как просто как человек просто для себя а не ради того чтобы что-то выбить или в кого-то садить кучу патронов кстати кучу патронов я должен себе закупить потому что без разрыва ходить тут на самом деле тоже опасно так перезаряжаем все пушечки тебя разрыв тоже перезарядим да и конечно бы взял там бабах или еще какой-нибудь ракетница но это же господин малеванский гранатомет пушка массового поражения прекрасно отлично этот бухой варкид куда-то спрятался так ну что работает как не елки-палки не работает электричество не люблю подобное здание когда из-за какого-то там мелкого рубильничка нужно переться аж туда стоп морды кай уже не пьет с ума сойти чтобы иисус до курать фу-фу кстати если не ошибаюсь сейчас будет что-то ужасное так всегда бывает когда тебя отправляют выполнить какое-то задание и у кто бы сомневался так лежать боятся упасть отжаться давай ну что я умудрился промазать ну да у гарольда это больная тема он на дальних расстояниях реально мажет хоть тресни вот стреляю и и и у меня появляется баркит испепелитель прямо надо мной прямо радость несу светная это еще регенерация здоровья она держит меня на этом белом свете как и вот этот товарищ так ну что попробуем дополнительную комплектацию стоп она была прорезиненная или а нет самонаводящие это радует честно я очень я не понимаю смысл прорезиненных гранат называется кень куда-нибудь туда вдаль она попрыгает попрыгает припрыгнет тебе и устроить тебе манну небесную кара небесную темную ночку так этот варкит упорно сап а нет не сопротивлялся да правду говорили люди которые часто пользуются гаральдом и разрывом надо в основном смотреть на карту потому что на экране творится форменное безобразие и не видно ничего ну что пора дойти до турбины опак кто в сети так берем все деньги неважно кто в сети это мои личные дела что добегаем кстати если вы не забыли у меня кровь серафимов поэтому мое здоровье хилится как миленько о сумасшедший родной хороший красавец все-таки мне интересно узнать историю этого чувака у меня есть конечно мысли кто он такой возможно был одним из работников даль потом пал в какую-то передрягу его дарили по голове и он стал сумасшедшим что примитивно ну предлагайте свои варианты я буду очень рад их услышать стоп не нужно мне нужно идти к пиратам убивать пиратов еще одна причина перейти через всю карту хорошо что этого мне зелдер скроллс в особенности дополнение к скайриму даунгард где несмотря то что дополнение мне понравилось расположение заданий там просто гениально идешь на восток чтобы получить задание для которого нужно идти через всю карту на запад а некоторые люди еще бунтуют что мол быстрое перемещение это зло и все такое прочее знаете она там очень помогает так опять эти старшины с крюками которые норовятся о папа папа меня сейчас бомбардировать будут кстати у меня вопрос если меня хотят поле стрелить стоит мне войти в воду так вопрос как тут во-первых курорт мог появиться 3 как туда корабль и подплыл пушка бы разы потрошила бы его доставание уже давно так меня сейчас будут бить очень больно перезаряжаем да вот что поделаешь приходится пользоваться гарольдом сейчас хоть об стенку бейся хотя нет может быть что-то нет все-таки попользуюсь гарольдом тут как ни крути противники опасные я точно знаю что у меня есть хорошая пушка до приношу тысячу извинений тем кто просил чтобы я прошел игру не каким-то мейнстримовым орудием но иногда вот реально помогает гарольд при том что я не использую симулянт ствол логана и так далее и труден самое главное а труден сейчас очень даже пригодился правда это было бы не так интересно честно я вот думал сколько же будет же когда я включу сам высокий уровень сложности но знаете чувствуешь себя в таком ужастике и выживай стеки что правда ты меня помиловал я уже не могу не должен валить пиратов да я возвращаюсь я возвращаюсь радостно к тебе мой шизанутенький эрл в общем игра получается натуральный натуральный срывайвл хоррор выживаешь экономишь патроны и тем не менее тебе приходится высаживать их в первую же попавшегося противника но при условии если у тебя руки еще и неровные так ты умрешь первые попавшиеся минуты так ну что я могу войти спасибо да 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 конечно никогда не верну сюда я к тебе никогда не вернусь я лучше съем перед походом всю карту так собираем боеприпасы ищем турбину и продолжаем наше похождение по острову трахенбахен с вами снова rj снайпер и так где эти рубильники а ну да вот и рубинчик ух дай боже не рванет нет все нормально стоп а ну да тут что-то да турбина должна еще работать она нас не работает так что отлично заботливо обвели нам кружочком всю цель так я ничего не там не сломал отлично так что у нас еще осталось так соберем боеприпасы не нам пригодятся это проверено опытом так подбираем боеприпасы так сундучки прямо как в дополнение капитан скарлетт долго не думали ай-яй-яй-яй-яй разряженные автоматы вспоминая как восстанавливал отель довольный свин в долине трех врагов если они я не ошибаюсь так ну что она работает работает да я забыл своим бухом варки дикий как же он там без меня и кает чирикает и так далее ну что побежал я к тебе варки дик я бегу к тебе быстро как только могу так да да ты ты уже по мне скучаешь а сам только что сказал не возвращайся а конечно да это круто только в конце там никого не похищают никого не убивает и так далее вообще на курорте не должны стоять пушки там должны быть обычные буйки за которой она нельзя заплывать хотя учитывая местную глубину за них наверно заходить так нет ни сюда ни сюда точно не как возьмешь как зайду за буйки и смерть мне будет и снова будет спасибо что воспользовались станции новые вы надеюсь вам не жалко потраченных денег конечно жалко потому что их куча сниматься а елки-палки как мило нас будет коим быть краси и потекала врать и я тут сюда никуда не пойду я буду тут жить красотища что тебя связали психованные крестьяне да знакомый чувак а столько раз убивали это явно стёп над тем что его можно проходить много много раз играть много раз и в пати колорать я таких рыба червей еще не видел а нет так рыбой тьфу веселый пацан был прошлом так щас 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 давай 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 я тебя прибью дорогой ты мой красота вот да улетел если я тут открыл настоящую пальбу и были стеклянные стены и все тут бы все затопило так что нельзя а елочки без палочек шо ж ты норовишься меня обнять я ж плохой и мая немного плохая девочка так ну что бежим бежим дальше бежим господи вас кто там пират после пираты и крабой да вы что с ума посходили он еще живой ёлочки без палочек что это за народ снайперские винтовки на сверху ранее 8 неэффективные гранаты малоэффективны только шлак и пистолет пистолет до понимаю что пистолет это классный пистолет да и режим борьбы за жизнь у меня сократился до быстрых полсекунды даже не успел выхватить разрыв смазать и да 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 рефлексы мои еще не такие тренированные как у некоторых товарищей которые спят и видят как бы пройти на тсатый раз borderlands ведь вы уже давно не заинтересованы ни сюжетом не персонажами вам лишь бы что-то выбить или кого-то расстрелять или просто пойти на рейд босса как будто вы не переиграть не доиграли в мморпг между прочим borderlands 2 очень многие моменты из мморпг как раз и заимствует хотя лучше бы она заимства побольше от рпг и возможно мы бы увидели не такую линейную да да не такую линейную и не такую сконцентрированную на стрельбе игру мы бы узнали много красивых вещей которые могли бы храниться за каждым кустиком чтобы не как каждый кустик был не просто декорации а реально чем-то большим тесно хотите соглашались хотите не соглашайтесь но следующий borderlands должен быть я не про про сикл говоря про полноценное продолжение должен быть не хуже gta 5 и неважно что только рукстар имеют делать самые крутые игры про открытый мир ну бордера разработчики borderlands просто обязаны сделать а-ля gta они сами говорили что испугались того что они вырастили они не должны пугаться не должны просто взять себя в руки и воспитать свое новое детище по полной программе так варкидик я должен тебя провести да 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 я буду тебя шлёпать я тебя буду воспитывать поэтому бегай быстро пьяная в доску козявка потрепиться дикари да конечно хорошо мегаверситеты да это кто пондуется потоваться начал ты дикак это выгляделся под диками коря или ты не дикак неважно прям что делает пандора с людьми прошедших головорезов бандитов шаманов и так далее с ума сойти